Возвращаемся к церемонии закрытия года молодежи. Прошла она в весьма необычном формате. Участникам форума удалось лично пообщаться с президентом, рассказать о своих достижениях и мечтах. Зарина Ахмеджанова о том, что осталось за кадром, большой встречи. Старый мотив под новый бит. Эти строки знакомы каждому. Знаменитый кузовным карасы Имамбек Зейкинов придал современное звучание. Благодаря своему видению 19-летний казахстанец стал известен далеко за пределами страны. Его треки бьют все рейтинги мировых топ-чатов. Насчет музыки. На 2020 год у меня запланированы гастроли как диджей. Сейчас я уже в процессе обучения. Пульт я уже обучаюсь профессионально сводить треки, миксовать. Было очень волнительно. Представьте, президент сидит. Я перед ним играю свою музыку. Я боялся критики. И напрасно. По реакции в зале стало понятно. Выступление задало тон форуму. Организаторы отошли от традиционного формата таких мероприятий. Даже президент сегодня больше зритель. Тут, что называется, танцуют все. Подпевал даже государственный секретарь Крымбек Кушербаев. Особое волнение, похоже, испытал сегодня блогер Гани Ажикенов. Он оказался по соседству с Касым Жомартом Токаевым. Было приятно сидеть рядом с ним. Через одного, прикиньте, я сидел рядом с президентом. Для меня это честь. Видно было, что господин президент готов к контакту. На самом деле большинство молодежи не понимает, что суперская возможность у нас имеется. Вот просто встань и начни действовать. Закрывая год молодежи, мы не закрываем меры реализации государственной молодежной политики. По сути, год молодежи стал большим стартом для большой молодежной политики. Приняты системные меры в рамках дорожной карты. Это по решению вопросов жилья, трудоустройства, занятия предпринимательства, образования, а также поддержки гражданских инициатив. А поддержка всего за год оказана колоссальная. Молодые казахстанцы получили арендные квартиры в крупнейших городах страны. В числе счастливчиков и Багдад Ахмеджанов долгие годы он скитался по углам, причем дорогостоящим. И совсем недавно он с семьей переехал в новую квартиру в Алматы. Это возможность встать на ноги. У меня новая двухкомнатная квартира, и в месяц я оплачиваю 10 тысяч тенге. Пока мы живем там вчетвером. Я, супруг и двое детей. Сейчас ждем пополнения. Самые громкие овации после объявления главы государства о том, что с нового года стипендии студентов поднимут на 25%. Новость нас очень сильно порадовала, так как в моей группе 18 человек, которые получают стипендию. Я сразу же зашел в мессенджер, написал всем группошам. Это будет большой стимул в преддверии открытия года волонтеров. Тот случай, когда хорошее настроение и энергетику молодых и перспективных инженеров, спортсменов, поэтов, предпринимателей и волонтеров можно почувствовать даже через экран. И, конечно, не обошлось без селфи с главой государства. Официальная церемония завершилась, но гости еще не расходятся. Молодежь общается и обсуждает планы. Ведь от каждого, кто сегодня присутствует здесь, зависят без привлечения будущие нации. Зарина Ахмеджанова, Альбек Алиев. Итоги дня.